Тюнинг Ателье 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 Известный гонщик и шоумен Кен Блок и его гоночная команда Хуниган Рейсинг Дивижн представили умопомрачительный пикап F-150 Raptor на гусеничном ходу. Совсем скоро эта машина появится в очередном видеоролике от Кена Блока. Разумеется, мы вам покажем это видео и уверены, что оно будет таким же крутым, как и все эпизоды Джим Ханы. Немцы из тюнинг-ателье Т-Карт представили доработки для новейшего купе Porsche 911. Спорткар получил карбоновый обвес кузова, доработанный двигатель и модернизированную подвеску. Кроме того, 911 Turbo от Т-Карт имеет систему, которая приподнимает нос автомобиля для преодоления лежачих полицейских. Пока техническими деталями немцы не делятся. Ждем подробностей на автосалоне в Женеве. А вот британские тюнеры из компании Bulgari Design представили Range Rover Sport в кузове купе. Технически эта машина повторяет оригинальный кроссовер, но смотрится по-новому. Планируется выпуск как минимум 100 таких рейндж-роверов, каждый из которых в Великобритании оценивается в 150 тысяч фунтов. Но и в России есть кудесники тюнинга. И вот тому ярчайший пример Audi Quattro Coupé 1986 года. Владелец этого чуда вдохновлялся легендарными раллийными Audi Coupé Quattro 80-х годов. Под капотом двигатель от Audi S8 98 года, но система полного привода и пятиступенчатая механика оригинальная. Машина была куплена в 2011 году за 30 тысяч рублей. И с тех пор в нее вложен практически миллион. Все работы владелец выполнял своими руками. А это бесценно. Ну а теперь настало время познакомиться с владельцем вот этого чуда. Михаилов. Миш, привет! Привет! Как ты дошел до такого? Расскажи! Мечтал с детства приобрести такой автомобильчик. Когда представилась такая возможность, сразу взял себе. О, вот Илья к нам возвращается. Да, друзья, реально это очень круто. Привет, Миша! Привет! Это круто минимум потому, что лет 20 тому назад я видел такую машинку у тебя на вкладыше жвачки турбо. Ну, может быть, не такая же машина, но очень похожая. Эта машина как раз стилизована под раллийную машину ралли группы N начала 80-х годов. Миш, ну сразу видно, что машина непростая. Хотя бы даже потому, что я вижу, что внутри варен каркас. Ну да, он придает жесткость кузову, ну плюс как бы это безопасность. Миш, а вот расскажи, салон остался аутентичным, прям вот таким же, как был, кроме каркаса. Я вот смотрю, тут руль другой. Ну, руль поменен, сиденья поменены, торпеда и приборную панель как бы решено было оставить оригинальной, потому что потому что олдскул это круто. Правильно. А вообще в автомобиле сколько новых деталей, сколько там тюнинг решений, сколько оригинальных деталей? Из оригинальных деталей, наверное, остался только кузов и бензобак со стеклами. Ну, наверное, самое интересное скрывается вон там вот под капотом. Тут даже капот нестандартный, его не откроешь из салона. Все как в настоящих гоночных машинах. Сразу видно, что мотор этот не штатный. Я прав? Да, абсолютно. Это мотор с Audi S8 98-го года, 340 лошадиных сил. Основная проблема была состыковать этот мотор с коробкой, потому что похожие проекты есть. Есть в Литве, есть в Германии, в принципе, там в Белоруссии несколько проектов таких ездят. Есть в Москве такие проекты подобные. Но смысл в чем? То есть основная идея была скрестить этот мотор с родной коробкой. Тут механика, наверное, пятиступенчатая, да? Да, пятиступенчатая механика, но основная ее прелесть то, что у нее жесткая блокировка межосевого дифференциала. Тут все стоит от Ауди, только от разных моделей разных годов. Грубо говоря, все самое лучшее собрали со всех Ауди и поставили в эту машину. Ну что, Миш, давай, закрывай капот, пора бы уже посмотреть на твой болид в действии. Давай, посмотрим. А, прокатишь, кстати? Ну, конечно, прокачу. Кстати, у Ильи есть для нас какой-то небольшой сюрприз. Да, я скоро вернусь на сюрпризе, верхом на сюрпризе. вернусь, кап. Ну что, поехали? Поехали. Ого-го! Ух! Давай еще! Уху! Да, слушай, здорово! Миш, а что касается комплектующих и обслуживания этого автомобиля? То есть, он обслуживается как обычный Ауди или здесь тоже есть свои подводные канки? я думаю, если этот автомобиль загнать к дилерам или хотя бы просто ну, в любой автосервис, его там вряд ли смогут починить, потому что они просто запутаются, они не знают что, где и оттуда стоит. Да, слушай, динамика, конечно, мне кажется, к ней привыкнуть невозможно. Такие перегрузки это с учетом того, что у нас под колесами фактически лед. Я бы хотел прокатиться на такой машине. Уху! Да, слушай, здорово! Насколько же она сбалансированная и насколько она послушна! Она делает именно то, что я от нее хочу. Я теперь понимаю прекрасно, почему люди, которые ищут, находят, покупают себе классические автомобили, восстанавливают их, не хотят расставаться с этими машинами и менять их, например, на современные, потому что то, что дает эта машина, современная уж точно дать не сможет. Изначально Михаил установил под капот своего купе Quattro более мощный и раскачанный нестандартными решениями 450-сильный мотор. Позже от этой идеи было решено отказаться в пользу более надежного и неприхотливого двигателя. Под зиму и лето Миша также комбинирует разные комплекты тормозных механизмов и узлов подвесок. Все устанавливаемые детали при постройке он брал либо со специализированных разборок, либо заказывал новыми. В дальнейших планах довести до конца начатое и полностью стилизовать свою машину под легендарную Audi Sport Quattro S1. кстати Миш помнишь Илья нам обещал какой-то сюрприз и вон я вижу он уже на этом сюрпризе едет пойдем смотреть что за чудо-аппарат пойдем посмотрим вот так вот да а я вот тебя что у меня самая новая машина спортивная машина фирмы Audi которая имеет полный привод Quattro Миш предлагаю тебе сесть на пассажирское сперва сидение попробуем сравнить поехали посмотрим смотри вроде бы то же самое да все но только и подогрев сидений и все кожаные искусственная замша черный потолок и вроде даже охотно едет боком это что-то не хватает правда ну в общем да в общем да как-то тихо в ней тихо да ну в целом они даже кроссоверы научили ездить как раньше ездили только спортивные седаны или купе ну что хочешь попробовать все-таки тебе-то наверное вдвойне интересно сравнить да не откажусь так посадка вот только высоковатка для спортивной машины ну это кроссовер в общем в целом мне очень нравится вот у меня она ассоциируется с какой-то видеоигрой очень легкий руль очень все легко и непринужденно скользит мотор здесь 310 сил она очень быстрая для кроссовера да ну что поехали к ребятам да давай ну как тебе да хорошая машина хорошая ну электроники очень много да да предлагаю тебе обмен вот эту поменять на эту спасибо по рукам что ли рад был встрече но ребята я поехал ну эту нет никогда ни за что без комментариев кстати без комментариев это название нашей заключительной от тихо нет 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 Субтитры подогнал «Симон»